Доброе утро! С вами Егор Матаев и прямо сейчас переходим к выпуску новостей. Получать результаты анализов жителей Алтайского края теперь смогут на портале госуслуг. Через личный кабинет можно не просто записаться на прием к врачу, но также получить результаты своих лабораторных исследований и заключения специалистов. В личном кабинете будут собраны все медицинские данные. Всего же за минувший год почти 311 тысяч пациентов записались на прием к врачам через интернет. По этому показателю Алтайский край занял 13 место в стране. 44,5 миллиона получат сельские школы Алтайского края на развитие спорта. Будет отремонтировано 9 спортзалов, откроется 10 школьных спортивных клубов. Также закупят тренажеры, инвентарь, экипировку, сделают информационные стенды, продумывают символику. Финансовую помощь получат 19 районов за период с 2014 по 2020 год. В проекте по созданию условий для занятия спортом приняли участие 134 образовательных организаций. Отремонтировали 51 спортзал, для 100 школ закупили инвентарь, для 4 стадионов купили оборудование. Автопарк родинского филиала ДСУ пополнился с современной техникой. Ключи от новых машин специалистам вручили в торжественной обстановке. Теперь в автопарке есть новый грейдер, комбинированная дорожная машина на базе КАМАЗа и фрезерно-роторная установка для расчистки снегозоносимых участков дорог. Отмечу, подразделение обслуживает новый участок федеральной трассы А321 протяженностью около 62 километров. В связи с этим и возникла необходимость в обновлении техпарка. Оперная певица, солистка Большого театра и метрополитен опера. Любовь Петрова приехала в Бурнаул, чтобы дать серию мастер-классов. Всю эту неделю по 6 часов в день вокалисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» занимаются под руководством московской певицы. Готовят программу песни и романсы русских и зарубежных композиторов. На мастер-классе побывала наша съемочная группа. Вокалисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» используют каждую минуту, чтобы вдохновиться и перенять опыт оперной певицы Любови Петровой. Солистка Большого театра приехала в Бурнуул на неделю, чтобы помочь ансамблю поставить программу, песни и романсы русских и зарубежных композиторов. Вокалисты начали готовиться к ней еще в сентябре. Сейчас получают рекомендации и наставления от наставницы. Сильные стороны, безусловно, это сами голоса и вот эта вот жажда работы. Ребята хотят петь и ребята хотят совершенствоваться и открыты для новых ощущений и новых каких-то навыков. Много работаем над текстом, чтобы смысловые нагрузки обязательно выделить. То есть всегда работать есть над чем, вот так скажем. Любовь Петрова окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Стажировалась в Театре Метрополита Нопера в Нью-Йорке. Певица исполнила роль «Царицы ночи» в фильме «Волшебная флейта» Кеннета Брана. С ней сотрудничают ведущие театры Европы и США. Ее большой опыт в исполнении романцев должен помочь ансамблю усовершенствовать новую программу, в которой встречаются как русские произведения, так и зарубежные. Мы разобрали, наметили, так скажем, программу этих романцев и песен и воспользовались такой уникальной возможностью, потому что некоторые романцы Любовь Витальевна сама неоднократно исполняла на больших сценах, и поэтому у нее колоссальный опыт работы, как преподнести, как выстроить фразировку, как преподнести тексты, но тем более, что она владеет, надеет несколькими языками, это итальянский, французский, русский, естественно, там у нас много еще иностранного языка, где она может сделать поправки, корректировки. До приезда Любови Витальевны были моменты, которые сложно было разрешить, просто по незнанию техники, по незнанию каких-то моментов. А теперь в процессе репетиции эти моменты ловятся, находятся, и дальше остается их только наработать на постоянную основу. Сейчас готовятся оркестровые партитуры для романцев, которые ранее не исполнялись. Программа сложная, на ее подготовку уйдет больше года. Зрители услышат ее в октябре, а уже сейчас Любовь Петрова дает вокалистам знания, которые помогут ансамблю «Алтай» стать конкурентноспособным не только в нашем регионе, но и на мировых площадках. Анастасия Меншакова, Сергей Балуев. Новости. К этому часу у меня все. До встречи в эфире на телеканале «Катур-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова